Здравствуйте! На телеканале «Губерния» про хоккей. И вот, что вы увидите сегодня в выпуске. На перерыв в хорошем настроении. Подробности выездных матчей с нефтехимиком и торпеда. Хоккейный путь Никиты Камалова. И кто боится сглазить защитника Амура, когда он на льду? Первая пауза в чемпионате для «Тигров» началась с двух выездных побед. В числе поверженных нефтехимик и торпеда. Как это было прямо сейчас. После неудачи в Уфе «Тигры» смогли реабилитироваться в Нижнекамске. В этой встрече хабаровчане трижды праздновали взятие ворот. Первым отличившимся в составе Амура стал Денис Голубев. Еще через две минуты Валентин Пьянов вывел Амур вперед. Ну и поставил точку в матче Гинок Загорна. Этот гол стал для Чеха в первом сезоне. Сегодня мы смогли сыграть лучше, чем в прошлом матче с Салаватом Юлаевым. Сохранили концентрацию все 60 минут игры. Это помогло нам победить. Это главное. Вот еще одна игра. Хочется хорошо поездку закончить. Грохот нашего конкурента за попадание плевок. И поехали с хорошим достателем домой на паузу. Матч в Нижнем Новгороде ожидаемо получился напряженным. К 12-й минуте первого периода хозяева уже вели 2-0. В роли главного спасателя Амура на этот раз выступил Юрий Сергеенко. Защитник оформил дубль, таким образом набрав первые очки в составе тигров. Также во второй игре подряд отличился Валентин Пьянов. Правда, удержать преимущество хабаровчанам не удалось. И игра перешла в дополнительное время. В овертайме точнее всех оказался Томаш Загорна. 4-3. Валевая победа Амура. Может быть, в какой-то мере это даст нам больше опыта такая победа. Не сдались. И после гола даже собрано. Доиграли в матче. Помимо общекомандного успеха, матч в Нижнем Новгороде еще был удачным для двух местных воспитанников. Так Игнат Коротких и Никита Зимин заработали первые официальные очки в континентальной хоккейной лиге. Оба хоккеиста стали авторами голевых передач. Никита Зимин ассистировал другому защитнику Амура Юрию Сергеенко. А Игнат Коротких поучаствовал в заброшенной шайбе Валентина Пьянова. Они не сбавляют. Они с каждой игрой добавляют. И вот вернулись сюда с хорошим настроением. Сейчас будет выезд у молодежной команды. Очень большой. Весь ноябрь. И вот Игнат, я знаю, он завтра в поездку улетит. Потому что тоже там много игрового времени получит. Будет играть. То есть нужно здесь себя показывать. Ну и надеюсь, что не только он, а еще кто-то из ребят получит вызов в первую команду в течение сезона. Первые очки в составе родной команды для любого игрока самые важные, а первые игры самые волнительные. Так было и у защитника Амура Никиты Камалова. В КХЛ он дебютировал в сезоне 2013-2014 за родной новокузнецкий металлург. Тот самый, который называли кузницей или кузней звезд российского хоккея. Как начинал свой хоккейный путь защитник Амура и кто сегодня его самый преданный болельщик. Далее в программе. В большей степени это отцу спасибо. Он меня поставил на коньки еще в три года во дворе. И вот мы зиму откатались во дворе. Он меня учил старательно, как мог, так сказать. Но ничего, получилось. И получается на следующую зиму уже он меня дал в детскую школу в своем районе. И там уже пошел заниматься профессионально. В конце 90-х, когда Никита Камалов впервые встал на коньки, местный металлург был не только отдушиной для болельщиков в сравнительно небольшом новокузнецке, но и настоящей кузницей талантов для всей хоккейной России. Особенно удавались местной школе вратари. Одна из первых звездочек Сергей Бобровский. Чемпион мира, официально дважды лучший вратарь планеты, обладатель визина-трофи, криза лучшему вратарю НХЛ. Быть как он тогда хотели почти все новокузнецкие мальчишки. И Никита Камалов вместе с ними. Честно, все детство хотел быть вратарем. Как-то даже полгода был вратарем. Но потом тренер подъехал, сказал, нет, ты будешь защитником, все, твое дело защищать ворота, ты будешь защитником и никаких вратарских позиций. Все, так моя мечта рухнула, быть вратарем и остался защитником. Год Никиты Камалова не стал самым урожайным на хоккейные таланты. Большая часть тех детских партнеров по команде давно завершили игровую карьеру. Из тех, кто, как и Камалов, по-прежнему в хоккее сегодня двое. Это Денис Дюрягин, он в Новокузнецке сейчас играет в высшей лиге. И Владислав Подъепоевский, он сейчас в Череповце вратарь основной. В ходу сезона мы так особо, конечно, честно не общаемся, так редко списываемся, может быть. А в межсезонье, да, мы все ребята в Новокузнецке катаемся вместе на льду. И завтра на Жорни мы ходим, в принципе, в один и тот же практически все. И так обсуждаем, да, моменты сезона. Свой первый сезон на профессиональном уровне защитник тигров хорошо помнит. 14 игр, 2 шайбы, 1 голевая передача. Совсем неплохая статистика для 18-летнего хоккеиста, еще недавно игравшего в молодежки. Я прекрасно все помню, потому что я стояла на сцене у родного Металлурга, поддерживала команду, и это были первые, первый матч Никиты. Это было очень волнительно. Сначала его выпустили, ну, там буквально там на пару смен как-то, ну, естественно, много времени игрового не давали, молодой все дела. Но это было очень волнительно, и это была какая-то, какая-то престижная команда. Это была игра с московским «Динамо», они тогда были чемпионами на тот момент. Меня подключили с МХЛ, волновался, помню, очень, но ничего, справился. И, конечно, каждый мальчишка хочет заиграть в своей команде в родном, в родном клубе. Стены родные всегда помогают, родители, чтобы видели. Очень приятно. Тем временем сам Металлург игровую практику на высшем хоккейном уровне уже не получает. В мае 2017-го совет директоров КХЛ исключил Новокузнецкую команду из числа участников лиги. Для Никиты Камалова эта тема до сих пор больная. «Был в шоке, как все, наверное, жители Новокузнецка. У всех был действительно траур, там, очень большой, масштабный. Все были в шоке, как могли Новокузнецк выгнать из элиты и как дальше вообще будет». «Хотелось бы, конечно, в элиту вернуться. Все, в принципе, болельщики, они не переставали об этом говорить, как мы покинули КХЛ. Вот. Ну, как бы в целом вопрос, конечно, не к нам, но я считаю, что мы должны в первую очередь по спортивному принципу, в КХЛ занять призовые места, возможно, какие-то финалы, финалы, еще что-то. То есть это в наших руках». Еще одна особенная команда для Никиты Камалова «Амур». В Хабаровск молодой защитник перебрался после трех сезонов в родном Новокузнецке. Приехал, как все, на просмотр и остался на четыре чемпионата подряд. «Было очень, так сказать, дикое все, потому что я приехал первый раз в другой город, в другой клуб. Прошел просмотр, предсезонку. Перед сезоном уже мне сказали, что все в порядке, ты подходишь, мы подписываем с тобой контракт. И все, и потихоньку, помаленьку я начал играть. И тогда сыграл, наверное, игр в 31 сезон. И вроде неплохо выступил». Теперь Хабаровск для Никиты Камалова тоже родной. Этот сезон в Амуре пятый и пока лучший в карьере. В нынешнем чемпионате он уже превзошел прошлогодний успех. «Это еще зависит от соперника. То есть мы в день игры смотрим видео, нам показывают, как нужно сыграть те или другие моменты. И бывает, что да, говорят нападающим, чтобы они нам поднимали шайбу, и мы бросали, доводили до ворот. И много защитники стали сбивать. Это хорошо». «С Никитой понимаем друг друга с полуслова. Играем не первый год уже. Так уже знаем и друг друга, и сильные стороны». «А часто общаетесь вот на льду, обсуждаете какие-то моменты?» «Да, но когда возникают какие-то моменты непонятные, мы можем там со смены приехать, обсудить этот эпизод. Так же и с любым игроком, но просто чаще, гораздо вместе выходим. Поэтому вместе чаще обсуждаем». «Они очень здорово. Они первый год играют с Пашкой Турбиным в паре. И он вот, если сейчас посмотреть там предыдущие игры, он когда ловит свою игру, он и спереди, и сзади заметный игрок. И может и обострить, и отдать, и надежно сыграть в обороне. Вполне комфортно играть с ним». «Тренерский штаб доверяет. В первую очередь доверие. От этого уже у тебя начинает все получаться. Ты чувствуешь себя, свои силы. Ты знаешь, где ты что можешь сделать. И я думаю, благодаря этому все получается». Все больше получается в последних играх и у «Амура». На ноябрьскую паузу в чемпионате команда Сергея Светлова ушла, одержав две нужные победы над своими прямыми конкурентами за выход в плей-офф. В этих матчах Камалов отличился одной голевой передачей. Но это и не важно. Главное, до заветной восьмерки у «Тигров» остался всего один турнирный балл. «Если команда выигрывает, все у нас, все хорошо. Если команда проиграла, это уже не важно. Ты там три забил, четыре. Какая разница, команда проиграла?» «А хоккей часто говорите дома?» «Ну, не часто, но бывает, когда, например, какие-то пропущенные шайбы. Мы можем обсудить, когда какие-то ошибки бывают такие, что мне хочется свое мнение высказать. Говорю, что матч закончился, на этом мы забываем и идем дальше. Ты все знаешь, ты все можешь, и дальше будет только лучше». Верить в лучшее, не опускать руки и четко выполнять тренерскую установку. Вот секрет преображения Амура, уверен Никита Камалов. А еще поддержка настоящих болельщиков. Они у «Тигров» всегда были самые преданные. Когда они на льду, у меня постоянно напряжение, то есть сердце бьется. Я стараюсь даже не смотреть на игру супруга, потому что мне иногда кажется, что я могу там сглазить или еще что-то такое. И я стараюсь отвлекаться, то есть абстрагировать свои мысли, настраиваться на позитив, настраиваться на то, что... Ну, я в него просто верю и как бы стараюсь передать ему эту веру мысленно, скажем так. «Цель у нас одна – выйти в плей-офф, а там уже как можно дальше пройти. И как будет, так будет». С начала чемпионата прошло каких-то полтора месяца. И, конечно, основная борьба у подопечных Сергея Светлова еще впереди. Как и лучший матч «Тигров» в сезоне. Верьте в это, как в это верит Никита Камалов и болейте за Амур. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!